Паласио Это финал, финальный свисток, который означает, что сборная Германии в четвертый раз в своей истории становится чемпионом мира. Восьмой финальный матч, пятый турнир подряд на призовом месте и на каком призовом месте. Ну вот принимают поздравления, конечно, и президент Германии, и Йохим Гаут, и кранцлер Германии Ангела Менке. А у Месси опять не получилось. На прошлом чемпионате мира Месси не забил ни одного мяча. И вообще начинал этот турнир с нулем в графе забитый мяч в чемпионат мира. Здесь он сыграл хорошо, были отличные матчи. Четыре раза лучше игрок турнира. Четыре забитых мяча, но не сегодня. И вот этот штрафной как бы поставил точку. Ну что делать? Что делать? Серебряные медали сборной Аргентины. Но немцы прибавляют это золото в свои коллекции. Теперь у них всего по четыре. Немецкий порядок. Четыре золота, четыре серебра, четыре бронзы. И Марио Гетце. Всякие к нему здесь были претензии. И говорили о том, что действительно это золотой мальчик немецкого футбола, что он и подтвердил сегодня. Но в какие-то моменты убирал его из стартового состава, из стартового состава Юаким Лев. И говорил, вот Лотер Матеус кому-то звонит. Ну, наверное, кому? Биттенбауеру, наверное. Биттенбауер тут об этом не будем сейчас вспоминать. Радостный для немцев день. Он так отключен от большого футбола. Некая дисциплинарная мера. Может? И Биттенбауеру звонит. Один великий немецкий футболист другому. И радость. У них уже был с собой Кубок Мира. А это еще один герой. Мирослав Клозе. Это, конечно, фантастика. Юаким Лев наконец-то добился своего. Мирослав Клоза такая точка. Такая, наверное, точка в финале карьеры на чемпионатах мира. Золотая медаль. Ну и все. И можно уходить. И можно спокойно уходить. Спасибо.